В тех ветве государственной власти общая цель обеспечения достойной жизни каждому гражданину. С этих слов начал доклад председатель регионального правительства, подводя итоги за 2016 год. Первый пункт – здравоохранение. В этой системе в республике, начиная с 2009 года, построено 23 объекта. Также завершено строительство перинатального центра республиканской детской больницы и онкологического диспансера, которые в текущем году будут введены в эксплуатацию. В сложных внешнеэкономических условиях, в условиях финансовой и экономической нестабильности, какие бы трудности республика не испытывала, мы не сбавляли темпы строительства социальных и жилищных объектов. Это стоматологическая поликлиника в городе Магаса. Весь отчет будет, уважаемые депутаты, сопровождаться слайдами, поэтому прошу обратить внимание. Детская поликлиника в городе Назране. Поликлиники в городе Сунджи и городе Назране. Центр по профилактике борьбы со СПИДом в городе Назране. Станция скорой медицинской помощи в городе Назране и в городе Сунджи. Джейраская районная больница. Созданы условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Количество высокотехнологичных операций, выполненных в 2016 году на базе изуболиканской клинической больницы и противотуберкулезного диспансера, увеличилось в два раза. Проведена диспансеризация населения, которую прошли 75 тысяч человек. Смертность от туберкулеза только лишь за 2016 год на 30%. Снижение смертности от онкологических заболеваний на 3%. Снижение заболеваемости и причины смерти от эндокринных заболеваний, то она еще больше, это более 10%. Поэтому эти результаты являются очень показательными. И самый основной показатель, который характеризует саму систему здравоохранения, это, конечно же, общая смертность. Общая смертность в течение 2016 года снизилась в общем на 5,6%. Особое внимание председатель уделил и сфере образования. Введено в строй около 40 учреждений дошкольного образования. Создано 10 тысяч мест. Только в 2016 году открыты 6 детских садов на 2 тысячи мест. В этом году предусмотрено строительство еще 7 детских садов на 1,5 тысячи мест. Таким образом, с 2009 года открыто 38 детских садов. Более того, построена и отреконструирована 31 школа. Из них только в прошлом году 15 школ на 8 тысяч ученических мест. В текущем году запланировано строительство 6 школ на 4,5 тысячи ученических мест. Количество детей-сирок и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 1037 человек. Данной категории детям в отчетном году приобретено 34 квартиры. В рамках летней оздоровительной кампании для детей и подростков отдых и оздоровление получили 22 тысячи детей в детских лагерях республики, а также за ее пределами созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 35 образовательных организациях республики, что составляет 18% от общего количества образовательных организаций, в том числе в 2016 году в 7 образовательных организациях. Подготовку специалистов среднего звена для отраслей экономики и социальной сферы республики осуществляет 6 учреждений профессионального образования. Спорт – залог здоровья. В 2016 году в этом направлении в регионе также сделан большой шаг вперед. Проведено 66 спортивно-массовых мероприятий. Ингурские спортсмены во всероссийских и международных соревнованиях завоевали 228 золотых, 163 серебряные и 169 бронзовых медалей. Также Гагиев отметил, что в республике прошло и множество культурно-массовых мероприятий. В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва республики 11 детско-юнических спортивных школ по 12 Минспорта Ингушетии переведены в учреждения нового типа, реализующие программы спортивной подготовки. В рамках развития спорта высших достижений за отчетный период обеспечено участие полутора тысячи спортсменов в 163 выездных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах. В рамках реализации мероприятий по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни достигнуты следующие целевые показатели дорожной карты. Количество посещений театральных концертных мероприятий выросло на 20% по сравнению с 2015 годом и составило 400 тысяч посещений. Проводилась работа по развитию и расширению международных и межрегиональных связей в сфере культуры. В рамках двусторонних соглашений успешно прошли обменные дни культуры между республикой Ингушетия и Костромской областью. Дни культуры Ингушетии в республике Казахстан, в рамках которых состоялись концертные мероприятия в пяти крупных регионах этой страны. Поддержка экономического роста и решение социальных вопросов. Именно на эти цели ориентирована бюджетная политика республики, отметил премьер-министр. Собственный доход региона за 2016-й вырос и составляет 4 миллиарда рублей. Этого удалось достичь за счет ввода новых производственных объектов. Поддержки малого и среднего бизнеса, задействия инвесторам в осуществлении предпринимательской деятельности. Важнейшей отраслью экономики является промышленность. В республике активно развивается производство пищевой продукции. Строительных материалов зарождается легкая и радиоэлектронная промышленность, металлургия. В полном объеме реализованы мероприятия по внедрению комплексной системы автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом АЦК планирования и АЦК финансы. Одна из основных задач комплексной системы – централизация финансового власти региона путем сосредоточения абсолютно всей первичной финансовой информации в Минфине Ингушетии. Таким образом, мы обеспечим полный контроль процесса исполнения бюджета со стороны финансового органа. Учитывая тот факт, что правительственный состав обновлен лишь в конце прошлого года, свою работу кабинет министров, по мнению главы региона, начал с положительной динамики. Да, есть недостатки, есть минусы, я всегда говорю. И здесь основной недостаток, который мы наблюдаем, который я, как глава республики, наблюдаю. Это, конечно, попытки ухода от плановости. Почему? Потому что любое ведомство, если уходит от планов работы, да, получается сумму. Вот этой попытки надо искоренить аппарату правительства. И второе – это систематизация контроля за исполнительной дисциплиной. Вот два направления, которые аппарат правительства, я думаю, в ближайшее время выберет вместе с администрацией главы республики. В остальном мы наблюдаем, мы видим плюсы-минусы и зампредов, и министров. Где-то делаем замечания, где-то подправляем. Но в целом работа, она не провалилась, наоборот, работа подхвачена, и процесс идет в нужном русле. Как отметили парламентарии, учитывая, что республиканский бюджет на 2016 год был принят с дефицитом около 2 миллиардов рублей, все же намеченные планы на год во всех сферах были реализованы. Сегодняшний отчет лично я восприняла в контексте предстоящего празднования юбилея нашей республики, 25-летия нашей республики и Дубы тоже. И вот так, естественно, при этом, конечно же, оглядывающаяся на точку отсчета, как мы начинали. И, знаете, наверное, вы со мной согласитесь, что за эти годы сделан мощный прорыв во всех сферах деятельности человеческой. Можно сегодня сказать, что по итогам доклада, отчетного доклада, что социальные обязательства в нашем регионе в целом выполнены. Мы видели из отчетного доклада, что приоритетным деятельностью правительства являются вопросы, очень актуальными для граждан. Также все собравшиеся сошлись во мнении, что перед правительством стоят большие задачи на 2017 год. И здесь правительству необходимо сделать так, чтобы работа оказалась намного эффективнее, а экономические показатели намного выше. Индир Манкива, Рахман Суров, Майбек Мержоев. Новости 24.